Красноярская ГЭС в опасности. Сегодня это самая обсуждаемая тема на большинстве красноярских сайтов. Интернет пестрит сообщениями о том, что город может затопить. Дамир Гайфулин выяснял, правда это или очередная волна слухов, а если слухи, то кому выгодно их распространять. Саяна Шушинская ГЭС, она показала, видите, все надежно было, все хорошо, и небольшая оплошность, и к чему она привела. Предупредил бы, кто вовремя и трагедии в Хакасии можно было бы избежать, считает главный инженер красноярской компании МАН, которая занимается гидротехническим строительством. Теперь он опасается за состояние красноярской ГЭС. За последние 40 лет под воздействием сбрасываемой с ГЭС воды произошли деформации русла. Об этом эксперты предупреждают вот уже несколько лет. Обследование подводной части красноярской гидроэлектростанции специалисты компании МАН начали еще в 2006 году, после серьезного паводка. С тех пор накопилось немалое количество документов, однако обследование до сих пор не завершено, а проблема остается неизученной. Специалисты говорят, им удалось выяснить, что напротив гидроэлектростанции намыло целый остров, и вода теперь не утекает, а бьется об него, возвращается обратно и разрушает основание и тело плотины. Дальнейшие подробности обследования ГЭС остались неизвестными. Так пожелало руководство компании. Нам сказали, что не надо никакой съемки делать, то есть они не разрешили нам. И фактически мы приехали даже уже с оборудованием, нас просто предупредили, чтобы мы дальше пяти метров от стенки, где мы производим работы, где работал наш участок, никуда не передвигались. Гидротехники говорят, на ремонт красноярской ГЭС требуется около пяти миллиардов рублей. Между тем информация о том, что станция под угрозой разрушения появляется в СМИ не впервые. Некоторые считают, для компании МАН это просто выгодно. Тема безопасности технических объектов не должна быть объектом шантажа со стороны исследователей, разработчиков и прочих, которые на самом деле просто хотят сшибить бабки на собственную деятельность и совершенно не думают о нашей своей безопасности. Сами гидротехники говорят, что и не думали ни о какой провокации, и тем более мести. Те обвинения, которые прозвучали, что мы как бы мстим за то, что они нам не дали провести это обследование, это полный абсурд. На совещании в Ростехнадзоре генеральный директор, чтобы отвести эти все разговоры, он сразу сказал, что мы готовы эту работу выполнить бесплатно. Между тем на эту информацию уже отреагировало руководство Красноярской гидроэлектростанции. Сегодня на сайте компании появилось официальное сообщение о том, что жителям миллионного города ничего не угрожает. И хорошо, если это заявление действительно подкреплено фактами. Дамир Гайфулин, Павел Иваницкий, Глеб Советский, 7 канал, Новости 24.